Сутки прошли после матча со сборной США. В чем состоял разбор? Наверняка был разбор над ошибками. Что сказали команде? Как сегодня происходила тренировка? На что был упор? Конечно, был сделан анализ, достаточно серьезный разбор. Такие основные моменты, как оборона на возврате, построение обороны в средней зоне, причем и наши, и соперники. Позиционная оборона, позиционный атака. Всему этому уделялось внимание. Внимательно посмотрели, указали команде, где можно усилить игру и как устранить недочеты. Чехи сегодня проиграли 1-7. Завтра они, естественно, будут вгрызаться в лед, чтобы восстановить свою репутацию, скажем так, да? На самом деле, сборной Чехии самое серьезное внимание, потому что мы помним, чем закончились, ну, и как проходили первые пять минут в матче с ними на Кубке Кореала, когда чехи нас к нашим воротам прижали, да, как бы команда, ну, может быть, в этот момент оказалась не готова, чтобы такого не повторилось. Ну, как бы, над этим работаем завтра. Ну, будем работать сегодня, да, чтобы такого не повторилось завтра. Несмотря на поражение против шведов, Чехи достаточно серьезный и, как вы сказали, неудобный соперник. Готовимся со всей серьезностью. Какая была работа над ошибками, произведена на тренировке, и насколько вы готовы к следующему сопернику? Ну, вчера отдохнули, да, непростой матч был, тем более первый на чемпионате мира для многих, вообще первая игра на таком уровне. И, в принципе, поспали, сегодня полдня было восстановление, немножко покатались, провели работу такую, скорее, индивидуальную, немножко поработали над большинством, и все, готовимся к следующему матчу. Ну, опять же, вчера, вот в конце третьего периода были некоторые проблемы с дисциплиной, это всегда очень опасно, особенно с североамериканцами. Как-то тоже отдельно обговаривали это с тренингским штабом? Ну, конечно, говорилось то, что, в принципе, дисциплина одно из самых важных на этом турнире, исходя из опыта. Вот, и немножко, да, были ошибки, может быть, где-то не нужно удаление, но, в принципе, вчера поговорили после игры, чтобы такого больше не повторялось, потому что это дополнительная работа для Аскарова и для всех нервов, я думаю. Мы были удивлены и приятно очень удивлены тем, как вы видели видео, как вы играете на фортепиано, а некоторые игроки поют вместе с вами. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, потому что мы, опять же, были шокированы, когда занимались, долго ли занимались, и откуда вообще знаете эту музыкальную науку? У меня мама играет, окончила консерваторию, я целый год, не знаю, можно об этом говорить или нет, учился в музыкальной школе, вот, и немножко умею. Вот, и, в принципе, вышли с карантина, 4 дня сидели, по друг другу соскучились, увидели фортепиано, решили немножко повеселить себя, да, и как-то, можно сказать, небольшая пища для души такая. Вот, в принципе, здорово получилось, я думаю, всем понравилось. Какое любимое произведение, последний вопрос. Хороший вопрос. Ну, я кусочек в «Богемской рапсодиуме» умею играть, мне нравится, хорошо звучит. Расскажите, что сегодня было, чем занимались и как готовимся к чехам? Ну, да, после игры посмотрели видео с тренерами, нам объяснили хорошие моменты, плохие моменты. Хороший момент искали побольше желательно в игре с чехами, потому что хороший соперник будет, тем более после сегодняшней игры со шведами, я думаю, будут в войне заряженные. Нужно готовиться, выходить по играм против юнерской сборной, знаем, что довольно-таки неприятный соперник, очень цепкий. Физически чувствуем себя хорошо, я думаю, это тренер по физподготовке, после каждой игры, после каждой тренировки спрашивает самочувствие, чтобы подкорректировать какие-то моменты. Готовы, заряжены, будем биться. Артемий, теперь про серфинг-вопросы, мы знаем, что была попытка у вас на море освоить этот очень сложный координационный вид спорта, но, во-первых, чем он вас привлек и почему захотелось встать на доску и поколение? Да, это на океане было, мы в том году к агенту ездили в Майами, у него просто в гараже лежало два серфа, мы решили попробовать, у меня не получилось, честно скажу.